На прошедшей неделе в Новосибирском областном суде завершился резонансный уголовный процесс по делу о похищении и насильственном удержении как минимум 25 пациентов реабилитационного центра для зависимых национальный проект. Родственники этих людей каждый месяц платили за их лечение. В итоге на скамье подсудимых оказалось 6 человек. Суд признал их виновными, но за решетку никто из них не попал. Почему? Об этом далее в прецеденте. Эта история началась в сентябре 2020 года, когда в этот дом на улице Адмиральской в Зайльцовском районе Новосибирска, где располагался реабилитационный центр наркоманов, алкоголиков и игроманов, нагрянули следователи и СОБР. Они произвели обыск и задержание. В рамках проведения доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы, не связанного с похищением. Впоследствии с данным уголовным делом было соединено еще одно уголовное дело, которое было возбуждено по факту похищения человека. В июле 2020 года сотрудники реабилитационного центра приехали домой потерпевшему. Против его воли надели на него наручники и увезли в реабилитационный центр, где удерживали впоследствии. Часть пациентов в своих показаниях подтвердили, что их удерживали насильно. Было возбуждено уголовное дело. Директору центра и нескольким сотрудникам вменялось похищение человека, а также незаконное лишение свободы. Подозреваемых заключили под стражу на период следствия, но своей вины они не признали. Я считаю, что никакого преступления я не совершал. Все люди у нас были по-добровольному согласию. Приезжали сами родственники всегда. Приходили сотрудники полиции, обследовали все помещения. Решеток на окнах у нас нет, ничего нет. То есть ключи находятся в комнате. Все знали, где они находились. Если захотели так сильно уйти, то ушли. Никаких проблем с этим никогда не было. Я не согласен с тем, что сейчас происходит. Какие вещи. И получается, как у нас проходит. Заключается договор с родителями. В присутствии человека, который будет выздоравливать, он пишет свое согласие на курс реабилитации. Только после начинается с ним работа. Я насчет вот этой ситуации могу сказать только одно, что это один непорядочный человек подговорил других, таких же не очень морально устойчивых людей. И как наговаривают, как оговаривают людей. Вот так и произошло. Некоторые из освобожденных силовиками узников репцентра действительно позднее отказывались от своих показаний. Как, например, вот этот парень, желавший сохранить анонимность. Нас всех разделили по группам, кто здесь добровольный, а кто здесь нет. Его увезли в отдел. И там уже сотрудник говорил, что либо вы пишете заявление, либо вы едете назад. На тот момент я не хотел назад ехать. Я хотел употреблять больше, чем куда-то ехать назад, возвращаться. Написал это заявление быстро. Даже его не прочитал. Подписал и уехал. Однако, по версии следствия, фигуранты уголовного дела вводили родственников потерпевших в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности способов оказания услуг. После прибытия пациентов в реабилитационный центр их насильно захватывали и незаконно удерживали. Общение с родственниками ограничивалось под предлогом особенностей методики лечения от зависимости. Для реализации преступного умысла в целях конспирации и придания видимости законности преступной деятельности организованной группы была создана некоммерческая организация. Похищение человека по месту их проживания сопровождалось применением насилия и специальных средств, а также путем заманивания граждан на территории реабилитационного центра. Похищенные лица не могли свободно передвигаться по центру, поскольку все входы были оборудованы замками, ключи от которых имелись только участников организованной группы и их доверенных лиц, а окна были без ручек и оборудованы металлическими конструкциями. В доме имелись цепи и гири для связывания людей, а периметр центра охраняли собаки. 20 марта Новосибирский областной суд вынес приговор шести фигурантам этого уголовного дела. Директора репцентра и его подельников признали виновными в похищении и удержании 25 человек. Согласно действующему законодательству, им грозило до 15 лет колонии, но суд назначил обвиняемым наказание без ограничения свободы. Самый длительный срок получил директор центра Сергей Абашев. Условными сроками от 6 до 4 лет отделались и другие участники криминальной реабилитации. Кроме того, их обязали выплатить потерпевшим компенсации морального вреда. Впрочем, осужденные не скрывали радости, услышав такой вердикт Фемиды. Остается добавить несколько слов напоследок. С осени 2020-го, после своего триумфального освобождения из репцентра «Национальный проект», несколько пациентов умерли от передозировки. Еще один 19-летний солевой наркоман в состоянии ломки нанес своей 17-летней девушке 35 ножевых ранений в день ее рождения накануне 8 марта. Ранее родители пытались вылечить его в оскандалившемся репхабе. Редактор субтитров А.Семкин